Коллеги, вы меня слышите? Напишите, пожалуйста, плюсик, если слышно. Хорошо, вижу, что звук появился. Всем добрый день, уважаемые участники вебинара. Меня зовут Хабибуллин Денис. Сегодня буду рассказывать про интеграцию Bitrix24 с АТС и Астар. Итак, я занимаюсь автоматизацией бизнеса, внедрением CRM-систем и совместно с компанией IPMATIC мы разработали модуль, который позволяет подключать АТС и Астар напрямую к Bitrix, то есть менуя стандартный модуль, который там используется. Итак, я расскажу сегодня про интеграцию Bitrix24 с АТС и Астар. Каким образом ее можно подключать? Собственно, первый вариант – это разработанный совместно с специалистами компании IPMATIC модуль, который позволяет напрямую подключать АТС к Bitrix24 облачной версии. Речь сейчас именно про облачную версию. Второй вариант – это использование встроенного в Bitrix24 модуля. Он уже там был, присутствовал, можно было через него работать. Про минусы этого модуля я расскажу, ну и про плюсы. Ну и третий вариант, как можно интегрироваться и вариант, который сейчас в разработке – это для коробочной версии Bitrix24. Мы разрабатываем модуль с полным функционалом, который позволит получить все плюсы интеграции Bitrix и АТС и Астар. Итак, разберем подробнее. Во-первых, плюсы, собственно, плюсы этого модуля, почему мы решили делать отдельный модуль, когда уже есть в Bitrix готовая интеграция. Основной момент – это то, что приходится платить клиентам дополнительно за исходящие звонки, то есть двойная тарификация происходит. Заказчик платит на исходящих звонках как самому Bitrix, так и приходится платить вашему провайдеру, который подключен к АТС. Это основной момент. То есть поэтому мы решили разработать этот модуль, который бы подключался напрямую к АТС, минуя АТС, который есть в Bitrix24 облако. Постарались, конечно, добавить функционал, то есть добавили гибкую настройку логики работы, а именно информацию, настройка количества хранения информации. То есть, например, если кто-то сидит на недорогом тарифе, чтобы они могли ограничить сохранение записи звонков, ну, например, там 3-5 дней, таким образом экономя на непосредственно аренде Bitrix24. Коллеги, если у вас будут возникать вопросы, вы, пожалуйста, пишите в чат. Какие-то из них я смогу сразу ответить, но большинство вопросов я планирую ответить на них в конце вебинара. Итак, из минусов этого модуля, который разработан, то, что, например, там открывается не входящее окно, как в стандартной интеграции, а уведомление. Слайд я покажу, как это выглядит. Вопрос появился. Если АТС сама пишет разговоры, зачем это ограничивать в Bitrix? Мы как раз забираем разговоры с самой АТС. То есть схема работы модуля следующая. Есть промежуточный сервер, который управляет Bitrix и управляет АТС. Мы с АТС забираем эти записанные разговоры и прикрепляем непосредственно к сущностям в CRM. Сейчас, если этой интеграции нет у заказчика, то приходится, соответственно, заходить в интерфейс АТС и искать по номеру и по времени разговора эту запись. То есть это неудобно. А плюс этого модуля в том, что мы подключаем запись разговора, автоматически подцепляется в ту сделку, в тот контакт, лид, в ту сущность CRM, по которой работает менеджер. То есть, например, он нажал кнопочку, у него пошел звонок, когда разговор закончился, этот звонок подцепится непосредственно к лиду, по которому он общался. То есть это легко, это позволяет легко смотреть все взаимодействия по какому-то конкретному лиду, клиенту. Я понимаю, что на АТС есть эти записи, но вы попробуйте разобраться из, там, не знаю, тысячи звонков, если у вас много звонков, какой именно относился к этому клиенту. Ведь одному клиенту в день могли, там, раз 10 позвонить, а нужен конкретный звонок. Так, вопросы хорошие. Тогда, наверное, раз они сыпятся, я постараюсь сразу отвечать. Зачем платить за то, что можно локально хранить бесплатно? Я, надеюсь, ответил на этот вопрос. Если нет, пожалуйста, уточните, что именно непонятно. Почему бы не сделать ссылку в Bittrex, чтобы по клику я мог попадать на интерфейс АТС? Ссылку-то в Bittrex можно было сделать. Насколько я понимаю, в облачном Bittrex не проблема, на самом деле, с хранением информации. То есть мы разработали возможность сохранять записи звонков определенное количество времени. Например, там, 5 дней. И, соответственно, у вас не будет дополнительная плата за дисковое пространство. Но это для клиентов, которые, там, сидят на младших тарифах, недорогих тарифах. У ссылки в Bittrex есть свои негативные моменты, что если, например, ну, можно там различные варианты разобрать, когда, например, у вас тоже настроено сохранение записи не больше, там, одного дня. Для младших моделей, например, у вас есть модель SOHO у клиента, да, они не могут хранить. Там просто, насколько я знаю, совсем мало пространства. Вот наша интеграция позволяет даже таким клиентам сохранять записи звонков непосредственно в CRM. Ну, и понятно, для старших клиентов это, ну, которые, там, например, U100, U200 и другие продвинутые АТС, для большого количества пользователей, им, конечно, попроще. Да, согласен. Действительно, так, наверное, будет корректнее, да. Я сначала дам материал, иначе получается, что я отвечаю на вопросы, которые будут идти дальше. Это не совсем правильно. Я все-таки расскажу весь материал и потом посмотрю все вопросы, отвечу на них максимально подробно. Итак, настройка модуля. Перескочили немножко страничку, не критично. Повторюсь, чтобы найти модуль, заходим в облачном Bitrix, сайт bitrix24.ru, заходим в приложение, находим IP-ATS, IP-телефония, пункт, и на второй страничке модуль EASTAR. Либо просто поиском EASTAR вбиваете, там будет интеграция с АТС EASTAR. Настройка модуля предельно простая. На данном слайде вы видите, видите, как это настраивается. Нужна, ну, кратенькая инструкция, разумеется, для администратора. То есть, в принципе, отдаете обычному администратору, который особо не разбирается с АТС, и он по этой инструкции сможет все сделать, настроить. Первое, что нужно сделать, это настроить само АТС, задать пароль пользователя и открыть доступ из интернета к АТС. То есть, у АТС обязательно должен быть выделенный белый IP-адрес, чтобы мы могли подключиться к АТС из интернета. Либо делается проброс портов, но это системный администратор это знает. Нет, открываются не все порты, я согласен. Нам нужно только два порта. В инструкции эти порты написано, открываются только они. Так как у вас АТС, обращение к АТС по паролям, вы совершенно спокойно можете это открыть. И более того, можно защититься от взлома, прописав в Firewall непосредственно IP-адреса Bittrex, серверов Bittrex. Это можно получить у техподдержки Bittrex. Они, понятно, меняются, но какой-то пул вы пропишете и будет совершенно безопасно. Так что за безопасность беспокоиться не нужно. Тем более, что мы используем SSL, то есть трафик обязательно шифруется. И перехватить это соединение крайне проблематично. То есть основная задача это проставить нормальный длинный пароль для пользователя и, соответственно, этот пароль прописать в настройках Bittrex. Можно ли подключаться без реального IP-адреса? Нет, нельзя, так как нужна двухсторонняя связь, иначе мы просто не сможем забирать записи звонков из АТС. У вас будет работать ограниченный функционал. Например, вы сможете делать исходящие звонки, но не сможете, мы не сможем отображать входящие звонки и записывать разговоры. Есть свои нюансы, в общем. Здесь отображена следующая страничка. Это непосредственно настройки Bittrex. Вот указан IP-адрес. Это внешний IP-адрес, по которому видна АТС снаружи, с интернета. Пароль пользователя, ну, админский пароль, его лучше ставить по длине, чтобы было сложно подобрать. Если боитесь, я объяснил, как бы делайте доступ непосредственно по определенным IP-адресам. Настройка предельно простая. Если что-то не получится, обязательно пишите нам в техподдержку. Указаны... e-mail указан непосредственно в модуле. Мы подкручиваемся тем ювером, либо объясним голосом, как это сделать. Коллеги, VPN нет необходимости делать, потому что используется шифрование трафика с помощью SSL. Если нам еще дополнительно подключать VPN-канал к нашему серверу, ну, это дополнительная нагрузка. То есть это получается двойное шифрование. Как вариант, я рассмотрю этот вопрос. Если будет много таких потребностей, мы действительно сможем сделать этот VPN. Почему бы нет? То есть, по VPN-у подкручились к серверу, и через него мы обратно подцепляемся. То есть пишите на техподдержку, на нашу sales.crm.app. И если будет запросов какое-то приличное количество, ну, хотя бы там 10 запросов наберется, мы спокойно, спокойно это сделаем. Ну, понятно, не сразу, в каких-то там некоторых редакциях этого модуля. То есть пишите обязательно, что вам нужно. Нам эта информация очень интересна, очень полезна. Нам хочется сделать этот модуль максимально полезным для вас, поэтому пишите. Итак, как делать звонки из Bittrex? по сути, при входящем звонке открывается страничка, она здесь отображена. При клике на уведомления открывается вот эта вот страничка. И вы можете увидеть, какая информация есть по этому звонку. Ну, например, там, у вас есть уже лид по этому клиенту, и вы сможете непосредственно в этот лид зайти. То есть не искать в CRM, не тратить свое время, а нажали на лид, и вы уже там. Вы можете сохранять информацию, смотреть историю. То есть это удобно для менеджера, для менеджеров. Он сразу же в один клик посмотрит историю по этому клиенту, задачи, какие по этому клиенту есть, и уже будет непосредственно предметно говорить, что требуется там от заказчика, либо что он должен сделать. Здесь на данном слайде показан исходящий звонок, как он делается. Вы можете делать исходящие звонки из контакта. То есть в любой сущности CRM, где есть телефон, номер телефона, вы можете в один клик делать звонок. Нужно нажимать непосредственно на номер телефона. Тогда идет сигнал на АТС. АТС посылает дозвон, делает дозвон на телефон менеджера. То есть в системе вы должны прописать телефоны менеджеров, внутренние телефоны, которые на вашей АТС. И, соответственно, когда менеджер поднял трубочку, идет дозвон непосредственно на тот номер телефона, который указан в CRM-системе. Эта схема так сделана, потому что не может АТС напрямую позвонить из веб-интерфейса. Ну, как бы ограничение самого API-битрикса. Так, откуда MP3 на слайде? Непосредственно в лиде, в сущности CRM цепляется запись звонка. На предыдущем слайде был показан, как этот звонок выглядит. Да, то есть при клике на эту ссылку вы получаете MP3-запись звонка. Ну, коллеги, вы можете на самом деле поставить демо-вариант этого модуля и попробовать покликать все самим. Инструкции там есть, как для системного администратора, так и для обычного пользователя. Все это подробно расписано в настройках модуля. Там буквально три строчки. Ну, и понятно, что если что-то смущает, по какому-то вопросу не разобрались, обязательно пишите в техподдержку. Максимально быстро ответим. Здесь отображено входящий... как отображается входящий звонок. Вот отличие данного модуля от того, что в Bitrix24 по умолчанию, входящий звонок отображается с помощью уведомления. Оно слева вверху мигает в виде такого значка колокольчик. И когда менеджер нажимает на этот колокольчик, у него открывается вот этот экран. То есть нужно дополнительно один клик, чтобы увидеть все сущности по входящему звонку. То есть АТС, как схема происходит, АТС посылает Bitrixу номер телефона, ну, как бы входящего звонка. Мы ищем в CRM, по всем сущностям CRM, есть ли этот номер телефона в системе. Если есть, он отображает, что у вас есть лид, есть контакт, и вы можете провалиться туда с помощью одного клика. Если такого контакта нет, то есть заказчик не заведен, либо, например, тот же самый заказчик позвонил с другого номера телефона, вы можете либо добавить этот телефон в существующий лид, либо создать новый. То есть это делается в один клик. Ссылки для создания лида здесь есть. То есть менеджер нажимает кнопочку, у него открывается форма по добавлению нового лида. Ну, лид – это, кто не знает, кто не использует Bitrix24, это потенциальный клиент. То есть таким образом сделана интеграция с входящими звонками. Отличие от облака, облачного модуля АТС, который непосредственно встроен в Bitrix24. Немножечко расскажу про него. Настройка делается в пять шагов. Вам нужно прописать также свои СИП-лагины, через которые вы будете подключаться к своей АТС. По сути, АТС выполняет функцию, то есть она пробрасывает свои СИП-каналы, и у вас звонки уже идут непосредственно, исходящие звонки идут непосредственно через вашу АТС. Можно также подключить входящие звонки, но получается, что трафик все равно идет через внутреннюю АТС Bitrix24. То есть у Bitrix24 там полноценная АТС. У нее есть свои ограничения. Вы не можете, например, настраивать ее логику работы, там только то, что ограничено. То есть заложен непосредственно функционал Bitrix24. То есть эта схема, она немножечко, ну, попроще. Но есть, понятно, свои плюсы. Следующий шаг по настройке – это настроить внутренние номера сотрудников. Соответственно, вы уже настраиваете, вот прошу обратить внимание, в этом, в другом модуле, да, который по умолчанию есть, вы настраиваете внутренние номера на АТС непосредственно Bitrix. Это не внутренние номера вашей АТС. Это другое. Ну, и сравнение функционала модуля, который мы разработали, и непосредственно облачного модуля. Плюсы, что у вас открывается сразу же окно входящего вызова. То есть вам не нужно дополнительно нажимать кнопочку, чтобы открылись следы, и у вас сразу же это окошко появляется. Ну, плюс такой есть. Из минусов, которые, вероятно, перекрывает этот плюс, это то, что вам дополнительно нужно оплачивать исходящие звонки. То есть происходит двойная тарификация ваших звонков. Для ощутимого количества звонков это, ну, как бы получается много. То есть вы в два раза платите по исходящим вашим звонкам. В чем отличие встроенного модуля Bitrix24 SIP-коннектор? Ну, собственно, это отличие в том, что у вас идет трафик с вашей АТС, идет трафик через АТС Bitrix24. То есть это совершенно другая логика работы. Ваш АТС просто становится как... Она отдает некие SIP-каналы, несколько SIP-каналов, и вы настраиваете уже АИП-телефоны на АТС самого Bitrix. Здесь есть свои плюсы, есть свои минусы, как бы. Нужно попробовать, может быть, наш модуль и этот модуль, чтобы вы поняли, как бы, плюсы-минусы. Либо как бы более точно задавайте вопрос подробнее. Ну, из недостатков я один из них указал. Это оплата исходящих звонков двойная. То есть дополнительная тарификация звонков. Входящие, они бесплатные по умолчанию, то есть здесь проблем нет. Входящие не оплачиваются дополнительно. И еще один минус – это работа не со всеми провайдерами. То есть АТС, встроенная в Bitrix, она имеет свои ограничения. Например, Beeline не работает с ней. То есть приходится брать заказчикам дополнительную АТС. Это либо Asterisk, либо Eostar, и работать через нее. Соответственно, таким клиентам, которые сидят на, например, Beeline, каких-то на других провайдерах, вы спокойно можете предлагать АТС Eostar. И все-таки дополнительный плюс, который получает заказчик, используя не АТС Bitrix, а Eostar. То есть как объяснять пользу именно использования этого решения. Вы можете настроить логику работы исходящих звонков более интеллектуально. Например, вы берете один, ну, либо там сколько вам требуется, безлимитных номеров на городские номера. Например, 10 менеджеров у вас, но менеджеры, которые звонят на городские постоянно, это, например, там 2-3 человека. И в итоге вы можете на АТС настроить, чтобы по умолчанию звонки сначала шли по вот этой безлимитной линии. То есть вы экономите таким образом на количестве безлимитных линий. Если же вы используете, например, там, вот есть разные провайдеры облачные, они обязуют брать для каждого своего внутреннего номера, например, 10 менеджеров, и он скажет, что берите все 10 безлимитных наших номеров. То есть, ну, понимаете, да, математику. Вы, соответственно, можете настроить экономию трафика, экономить непосредственно на вашем исходящем и входящем трафике. И плюс, который вы должны знать по вашей АТС, что вы можете подключать GSM-модули и дополнительно настраивать звонки на мобильные телефоны через этот GSM-модуль. То есть оптимизировать трафик можно очень серьезно по сравнению с АТС, встроенной в Bittrex. И третий вариант интеграции с Bittrex 24. Прошу обратить внимание, что это работа с коробочной версией Bittrex 24. Это не облако. Коробочная версия позволяет сделать настройки, которые вам нужны, то есть непосредственно в коде CRM. Вы можете править весь код CRM-системы. Это позволяет вам под ваши бизнес-процессы настроить CRM-систему. То есть по сравнению, например, с облаком, некоторые вещи в облаке нельзя сделать. Ну, возьмем, например, по какому-то таймеру делать аналитику, например, раз в 10 минут делать аналитику по звонкам менеджерам и отображать это в неком отчете. Ну, я такой условный пример сделал. Вот это будет, например, сложно сделать. В коробочной версии вы можете все свои бизнес-процессы реализовать. Да, это дороже, но вы получаете больше функционала. И если посмотреть в перспективе, если заказчик сидит на дорогом тарифе Bittrex 24 за 10 тысяч, то за два года, ну, два-три года коробочная версия отбивается. И они получают, по сути, безлимитное количество дискового пространства. То есть оно ограничено только размером дисков серверов. Здесь отображается, как непосредственно входящий звонок работает. Уже в коробочной версии вы можете делать... Ну, входящий звонок у вас будет сразу открываться. То есть не как в модуле, в облачном модуле, да, то есть приходится нажимать кнопочку, чтобы открылся диалоговое окно, открылось с сущностями CRM, контактами, лидами. Сразу же открывается окно. И логику можно настроить намного подробнее. Ну, один из кейсов, который используют заказчики. Если много заявок с сайта идет, и критично заказчику непосредственно сделать быстро дозвон на такие лиды, можно сделать автоматический дозвон на телефоны менеджеров по заявке с сайта. Пришла заявка, и сразу же идет дозвон на телефоны менеджеров. То есть не нужно им дополнительно нажимать кнопочки, сразу пошла исходящая связь. То есть такие настройки мы планируем сделать в коробочной версии. Это будет более продвинутый модуль со своей логикой работы. Она будет настраиваться там несколькими кнопочками, галочками. Какие-то опции выбрали, которые вам нужны, и не нужно будет там дополнительно его настраивать. Ну, собственно, по модулям интеграции это все. Все. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. Я сейчас пройдусь по всем вопросам и постараюсь на них ответить. «Битрикс» это CRM с невменяемой логикой. Коллеги, здесь я бы не рекомендовал так говорить, потому что это CRM для заказчиков, которые решают определенный круг задач. Если, например, у заказчика очень сложное проектное управление, не знаю, 10 отделов, которым нужно отслеживать себестоимость продукции, себестоимость каждого проекта, то, вероятно, «Битрикс» им не подойдет, либо это придется сильно его дорабатывать. Если уже у заказчика бизнес-процессы, которые реализуются с помощью стандартных бизнес-процессов, либо с некой адекватной доработкой, то это CRM по сравнению там с некими другими внедрениями, она, ну, раза в три можно сделать дешевле. То есть с тем же самым функционалом, если вы берете, если, например, взять Dynamics, там вообще как бы разница раза в 10 может быть. Если вы берете какие-то там, ну, да, ну, я могу немножечко объяснить разницу по CRM, там, 1С, например, и другим. Если это интересно, кратко могу рассказать. У 1С свой круг задач. Это больше подходит для работы с большим количеством номенклатуры, когда чисто отгрузки. Если же у вас идут, ну, большое количество взаимодействий непосредственно с заказчиками, да, есть CRM, 1С, ну, например, RARUS CRM, ну, несколько, да. Но это, опять-таки, во-первых, интерфейс 1С, он не всем нравится, далеко не всем. И ограничение в том, что у вас все-таки, например, вы захотите его дорабатывать, по финансам это будет значительно дороже, чем Bittrex. То есть Bittrex – это такой середнячок, да, по бюджету внедрения, по функционалу. Он свою нишу занимает. То есть не надо его как бы преувеличивать его значение, но и преуменьшать тоже не стоит. Да, вот правильно коллеги замечают, что 1С – это управленческий учет. Мы обычно так и рекомендуем заказчику. То есть работать удобнее в веб-интерфейсе. То есть я довольно-таки много общаюсь с заказчиками, но процентов 70-80 они просто не переваривают интерфейс 1С. То есть в плане удобства это очень неудобно, он тормозит. Bittrex – веб-интерфейс, он более легкий, более понятный, то есть намного удобнее работать. И тем более для коробочной версии вы можете настроить под себя очень сильно его переработать. То есть там можно сделать какие угодно отчеты, дашборды красиво делать. Так, постараюсь сверху пройтись по всем вопросам. Давайте посмотрим, что в самом начале, и я буду постепенно спускаться вниз. То есть вы пишите эти вопросы. В самом начале было написано про S-серию ATS. Это, как я понимаю, новая версия ATS и ASTAR с другим протоколом работы. Мы обязательно разработаем поддержку новых ATS. Это будет работать. Будут работать как и старые, так и новые ATS. У них немножечко отличается непосредственно протокол взаимодействия, то есть какое-то время это займет. Может быть, не сразу мы сделаем поддержку S-серии, то есть, ну, может быть, месяц какой-то это займет. По срокам сейчас пока сложно сориентировать. Из плюсов могу сказать, что будет работать даже с старыми версиями ZOHO. Не могу гарантировать, что будет запись звонков работать, потому что запись-то можно, например, включить даже на этой ATS. Но сама ATS может не справиться с отдачей звукового файла. То есть, может начать тормозить сами звонки. Это надо тестировать. На ZOHO мы пока не проверяли. Если какой-то клиент у вас будет на этой ATS, мы с удовольствием на нем попробуем доработать под эту непосредственно ATS. Так, идем дальше. Может кто-нибудь пока спрогнозировать, в каких случаях можно клиенту предлагать такую связку. Однозначно предлагать эту связку, если у клиента много исходящих звонков. Во-первых, если клиент использует облачный битрикс, надо говорить обязательно про этот модуль. То есть, это потенциально возможность экономить на трафике. Например, уже при 100 звонках в день он может экономить там, ну, порядка 3-5 тысяч на звонках. То есть, это цена уже, ну, как бы дополнительного дискового пространства. То есть, аргументы, основной аргумент это да, бюджетно, бюджетно. То есть, более бюджетно по сравнению со встроенной телефонией. Ну, и дополнительный функционал. То есть, вы можете настроить, непосредственно использовать логику работы своей ATS, входящих звонков, исходящих. В облачном битриксе вы не можете сделать некую продвинутую схему дозвона. Например, 3 звонка идет у вас на, там, 3 менеджеров. Если прошло это время, дальше идет всем сотрудникам, например, всем менеджерам. То есть, это вы в битрикс 24 не сможете сделать. Вы это только на ATS сможете сделать. То есть, аргументы по покупке именно ATS, они очевидны и понятны. Ежемесячная плата на 100 рублей дешевле, чем SIP-коннектор. Почему, во-первых, мы сделали небесплатно? Так как необходим дополнительный сервер для обработки логики звонков, входящих звонков и исходящих, соответственно, сигналов с битрикс 24, нам нужен дополнительный сервер. То есть, это делает наш сервер. Соответственно, трафик, аренда сервера, поэтому модуль небесплатный. Но мы не берем за трафик непосредственно SIP-трафик. То есть, у вас, получается, SIP-трафик идет напрямую, минуя наш сервер. Это совершенно другая схема, это ее основной плюс. Для этого этот модуль и разрабатывался, собственно. Почему бы не сделать ссылку в битриксе? На этот вопрос я отвечал. Про ссылку мы думали, может быть, добавить как дополнительный функционал. Вы напишите на нашу техподдержку, ящик указан, sales, CRM, если будет какое-то адекватное количество запросов, именно чтобы ссылка была на запись звонка в АТС. Мы это сделаем. У ссылки минус, который есть, это то, что с АТС мы забираем запись звонка в несжатом формате. То есть, сервер сжимает в MP3, и если, например, нужно нескольким сотрудникам скачать этот звонок, то получается, вы забираете несжатую вот эту запись непосредственно с АТС несколько раз. А с битрикса вы уже берете вот этот вот маленький файл MP3. Плюс это или минус, сложно сказать. Для младших моделей наша схема – это плюс однозначно. Для старших, я думаю, не критично. Для тех клиентов, у которых хороший канал связи, я думаю, они могут скачивать и напрямую с АТС без проблем, без всяких MP3. Да, по фильтрам есть фильтр, как лидов, так и по делам вы можете сделать фильтр. Ну, этот вебинар не предусмотрен для рассказа функционала CRM. Если такие потребности, ну, запросы такие будут, мы можем рассказать подробнее про CRM. Фильтры есть очень многофункциональные. По типу дела можно добавлять свои какие-то поля. То есть вы можете интеллектуально отбирать как звонки, так и лиды, так и любые сущности CRM. Забирать имело бы смысл, когда это SOH или стандарт? Да, согласен. Мы разрабатывали именно, чтобы могли работать даже такие клиенты на бюджетных версиях АТС. На самом деле это, я считаю, плюсом, потому что это однозначно аргумент в пользу взять тот же SOH по сравнению, например, с Asterisk. Я вот с Asterisk работал, я знаю его минусы прекрасно. Там у нас, например, было, что ломали этот Asterisk, и в итоге мы платили деньги. SOH намного сложнее поломать. То есть железное решение, но по умолчанию более надежно. Про безопасность был вопрос. То, что будет трафик непосредственно на попытке подключаться к портам АТС. Да, есть такое. Могут подбирать пароли, есть решение. Если вы боитесь, что подберут пароль, это самое простое решение. Сделать пароль очень длинным, порядка 20 символов, это подобрать нереально. Ну, как бы вероятность, она стремится к нулю подбора такого пароля. И вариант, если вы совсем уж боитесь подбора, то делайте подключение с определенных IP-адресов. У нас взаимодействие с сервером, который будет осуществляться, оно с конкретных IP-адресов. Мы можем написать это, кстати, в настройках модуля. Хорошее замечание. То есть вы сможете прописать эти IP-адреса сами. И взаимодействие будет только по IP-адресам наших серверов. Ну, здесь я скажу, что планируется увеличивать постепенно количество серверов, да. В зависимости от нагрузки, если будет много трафика, то будут добавляться динамически. И может получиться так, что ваша АТС будет цепляться к новым IP-адресам. Ну, здесь уже будете смотреть. То есть это более сложная схема. С моей точки зрения проще сделать более длинный пароль. То есть, как бы, если у вас на админские пароли поставлены, на админские логины сделаны длинные пароли, то, ну, что беспокоит. Соблачная АТС совершенно спокойно работает с открытыми портами. Да, там идет подбор, но нету таких проблем. Больше по практике, большая опасность – это взлома непосредственно, ну, внутри, как бы, получается. Вот с астеристиками я приводил пример. То есть уязвимость непосредственно в самом софте может быть. И если заказчик не обновляет АТС, а появилась какая-то уязвимость, то потенциально могут воспользоваться люди этой уязвимостью. То есть обновляйте свою АТС, чтобы был свежий софт, и ставьте длинные пароли. Вот и вся рекомендация. Ну, и хорошая рекомендация по организации канала с нашим сервером через VPN – это для тех заказчиков, которые не хотят делать белый IP-адрес. Подумаем над этим. Если будут запросы, пожалуй, это можно сделать. Ну, минус то, что дополнительная нагрузка на сервер. И сложно делать фейлоуэр-схему. То есть у нас, получается, планируется несколько серверов с разными IP-адресами. То есть это на DNS записи будут разные IP-адреса. И по Around Robin, я не знаю, как бы, есть ли смысл технически эти вещи рассказывать. Я думаю, технари здесь есть. Если непонятно, вы напишите в чате, я постараюсь более простыми словами объяснить. То есть получается много IP-адресов, потенциально может быть. И схема по VPN, она имеет свой минус. То есть вы будете подключаться к какому-то одному серверу. Откуда MP3 на слайде? На слайде был открыт файлик внутри лида. Если зайти в лид, вы увидите все дела, которые есть по данному клиенту. Нажимаете кнопочку, там дополнительно. То есть была просто нажата кнопочка дополнительная. И там ссылка на MP3. Это все есть в инструкции. Вы это без проблем найдете. Ну, понятно, если что-то непонятно, пишите на техподдержку. Про отличие встроенного модуля рассказал. Надеюсь, достаточно подробно. Хороший комментарий по инициализации вызова. Еще вот отличие, про которое я не рассказал, про встроенный модуль BITX24, это то, что при клике на трубочку вы можете сделать звонок непосредственно из веб-интерфейса. То есть если у менеджера подключена гарнитура на компьютере, то идет звонок не на IP-телефон, а непосредственно на гарнитуру. Это работает для Chrome, ну, для нескольких браузеров. Некоторые версии Mozilla, Firefox. То есть там ограниченное количество поддерживаемых браузеров. Схема хорошая, но если не работает компьютер у менеджера, то все равно он будет воспользоваться телефоном. Ну, как бы тут свои плюсы и минусы есть, как и у любого решения. Да, благодаря ATS и ASTAR можно подключить аналоговые цифровые GSM-линии. Это очень важный момент. Если вы просто берете некую облачную ATS, либо ATS самого BITX, вы не имеете такой возможности. То есть вы не можете оптимизировать с помощью GSM-линий исходящие звонки на мобильные телефоны. То есть опять-таки идет переплата. И не можете подключать безлимитные городские телефоны и организовывать схему, ну, как бы дозвон непосредственно через них, в первую очередь, если свободен этот канал. Ну, от себя могу заметить, что вот ASTAR, это из тех решений, которые сейчас есть, это оптимально по функционалу и стоимости. ЦИСК совсем дорого, оплата по лицензиям, то есть, ну, как бы альтернативы я пока не вижу. То есть по сравнению с бесплатным, например, тем же Астериском, ну, вы все равно будете покупать железку. Стоимость железки сопоставима со стоимостью SOHO-станции. То есть, ну, как бы безопасность намного хуже, чем у ASTAR, у железного решения. То есть тут аргументы в пользу покупки непосредственно ASTAR, они очень большие. И то, что сделали дополнительно вот этот модуль, это, я считаю, большой шаг вперед для ваших клиентов. Ну, и, конечно же, мы планируем разрабатывать этот модуль дальше для других CRM, для коробочной версии. Для, ну, есть как бы другие CRM-системы интересные, с которыми тоже работают заказчики. Насколько помню, BITX24 коробку и к любой IP-ATS подключить сразу через модуль. Да, там есть модуль BITX встроенный, но это опять-таки будет идти через ATS BITX. То есть, опять-таки, вы теряете преимущество. То есть вы переплачиваете. Вы поймите, как бы у вас сейчас это работает, да, нормально работает, но вы переплачиваете на исходящих звонках. Пример очень простой. 100 звонков в день – это порядка, там, 5 тысяч, если вы оптимизировали как-то с помощью безлимитных линий, вы уже будете платить 3-5 тысяч. Еще дополнительно к этому, там, за трафик через… исходящий трафик через модуль. То есть раза в два, в полтора затраты будут больше. А не проще ли подключить за те же самые 2 тысячи, которые вы все равно заплатите BITX и не платить за трафик? Про линейку ATS новой серии S рассказал. Пока не работает эта интеграция. Будет доработка. Да, вот хорошее замечание по 1С. 1С – это управленческий учет, это торговля, это розница. Даже есть клиенты, которые на рознице используют, все равно CRM используют. То есть это некий корпоративный портал, удобная коммуникация. То есть вот есть кейс, сеть магазинов ювелирных, они используют 1С, да, но все равно у них на телефоне этот стоит BITX24. То есть саму коммуникацию, сами задачи они ставят через BITX24. Вся логика работы, все бизнес-процессы, они внутри BITX24. Это намного проще организовать, чем в 1С, поверьте. И уж точно бюджетнее, и уж точно это красивее будет. Ну, да, как бы плюс, если только на 1С это монорешение, у вас, как бы, получается единый интерфейс, единая база, но под большим вопросом единая. Для мобильных устройств все равно нужно свою конфигурацию, для бухгалтерии своя конфигурация, розница своя, торговля своя, производство тоже. Ну, производство там, да, есть УПП, которое все объединяет. Но надо в зависимости от конкретных задач рассматривать. По задачам, если вам требуется подсказать по бизнес-процессам, как оптимизировать, может быть, посмотреть, хорошо ли у вас оптимизирована там автоматизация, что можно улучшить, задавайте вопросы на этот ящик Sales, SerumUp. Мы делаем обследование бизнес-процессов, то есть можем подсказать вам, как сделать лучше. Да, не спорить, какая CRM лучше. Согласен, это не тема данного вебинара однозначно. То есть, ну, как бы, если будет такая необходимость, мы это сделаем. Битрикс не все себе забирает, то есть это что-то остается, но это идет, эти деньги идут, как я объяснил, на поддержку серверов и техподдержку. Я потерял несколько клиентов, когда цена на интеграцию на стройку Битрикс вышла в три раза дороже моих услуг плюс Eostar. По таким клиентам... Во-первых, таким клиентам надо предлагать облако. То есть в облаке вы можете использовать бизнес-процессы. Ну, понятно, что это не на бесплатных тарифах, то есть клиент будет платить за бизнес-процессы. Можно сделать стандартной интеграцией. И вот появился у вас модуль для более простой интеграции с АТС. Сделали проект облачный Битрикс 24 и 1С с комплексом автоматизации, я так понимаю, OCTEL сайт. Сейчас выгоднее OCTEL на Eostar. OCTEL, насколько я помню, это облачный АТС. Про облачный АТС минус то, что они не дают возможности делать настройки для оптимизации звонков. То есть вот мы сами, например, используем облачный АТС и были вынуждены брать внешний АТС, чтобы оптимизировать исходящие звонки. Это, с моей точки зрения, большой минус для облачных АТС. То есть они, получается, все равно оставляют возможность железным решением, ну, как бы предлагать эти услуги, именно предлагать железное решение таким клиентам, даже тем клиентам, у которых есть облако. Eostar плюс Shuga CRM. Shuga CRM, open source вроде бы, да, можно все настраивать. Но если вы будете дополнительный функционал ставить, то там, опять-таки, платные модули есть. Если вы полностью все хотите бесплатно, это настолько кривое и плохо работает, что я бы очень сильно подумал, а стоит ли его брать. Я бы посоветовал взять лучше, если бюджетное ограничение, если хочется подешевле, лучше взять BITX24 облачный, причем там бесплатный, наверное, даже. Либо там взять какое-то количество дискового пространства. Сделайте цену на модуль в 500 рублей. Коллеги, цена на модуль может меняться. Мы сейчас смотрим вообще интерес, количество обращений. Почему не 500 рублей и не дешевле, да? Есть АТС, которые позволяют делать там до 100 звонков одновременно. Я подозреваю, что загрузка сервера будет очень мощной для таких звонков. То есть нам нужна просто статистика посмотреть, какие клиенты подключаются, какой трафик подключается. Посчитать вот эту вот всю математику. И после этого уже можно двигать цену там в ту или иную сторону. Учтите, что у вас есть месяц бесплатно потестировать. Экономию вы в любом случае все равно получите. Модуль, стандартный модуль BITX, он стоит точно так же 2000. Но вы сверху еще платите за трафик. То есть с моей точки зрения цена адекватная абсолютно. Битрикс не могут реагировать на нестандартные ситуации. Это не задача Битрикс. Задача Битрикс разрабатывать CRM. На нестандартные ситуации реагируют непосредственно их партнеры, типа вот нас. У 1С точно такая же схема. Они через франчайзи работают. То есть они дают некую конфигурацию, и дальше в франчайзи уже под нужды непосредственно конечного заказчика ее дорабатывают, решают эти нестандартные ситуации. Если у вас что-то есть нестандартное, вы обязательно обращайтесь, поможем, по крайней мере, подскажем, как, ну, направление, куда искать. Сделайте настройку забирать файл SOTS. Да, нет, она есть. Эта настройка есть. Либо там вообще есть галочка, то есть вы можете забирать файл, но хранить один день. То есть там количество дней есть. Вы поставьте тестовый модуль, увидите эти настройки, и когда уже поймете какую-то конкретику, обязательно нам напишите. Может быть, мы это добавим. Вам поднять VPN клиента не так сложно, тогда цепляться... Да, я понимаю, то есть это дополнительный пул клиентов, у которых нет белого IP-адреса. Тем не менее, они все равно могут использовать наше решение, но не для исходящих звонков. Так, нет, для исходящих как раз они могут использовать. Для входящих не будет работать. То есть АТС не сможет подать... Так, нет, нет, сейчас, секундочку. Исходящий звонок. Сама CRM-система инициализирует звонок. Да, исходящие не будут работать. При входящем звонке АТС отправляет сигнал на сервер. Входящие звонки работают и записываются. Исходящие не записываются, то есть не попадают в CRM. Для такой связки, когда нет IP-адреса белого. Так, спуститесь снизу, много вопросов. Да, я специально поднялся в самый верх, чтобы ответить на самые старые вопросы, и постепенно дохожу до самых свежих. Следующий АМА-СРМ. Да, мы для нее дальше будем делать. Сначала модуль для коробочной версии. Модуль для коробочной версии, кстати, будет стоить подороже. Порядка 10-20 тысяч, потому что вы его покупаете один раз и можете дорабатывать под себя. Там нет никакой абонентской платы. Насколько я помню, со слов инженера, Bittrex ведет, собственно, статистику и игнорирует данные АТС. Примерно так. Если такой звонок пройдет в момент отсутствия интернета, найдем ли мы этот звонок через пару недель? Хороший вопрос. Получается следующий момент. Если у нас пришел сигнал от АТС о звонке, мы заберем этот звонок. Соответственно, при отсутствии интернета просто АТС не подаст сигнал, что есть какое-то событие. То есть мы не... Скорее всего, мы не запишем этот звонок и не отсидим потом. Теоретически можно доработать модуль, чтобы он в случае какого-то перерыва связи, разрыва связи с АТС подключался и как-то партил старые звонки. Схема сложная, с моей точки зрения, потому что все равно подразумевается, я думаю, процентов 90 используют все равно IP АТС. Понятно, что есть аналоговые линии, которые работают и без интернета, но это такое решение все-таки редко используемое. Я сторонник в первую очередь делать... в первую очередь делать то, что массово нужно. Как обстоят дела ФСБ, ФСТК, ЧАС-152, ФСЗ? Мы не храним частной информации. Вы поймите, мы забираем этот звонок, мы не храним его у себя. Мы его сжимаем в MP3 и сразу же отправляем на Bittrex. И это уже... Bittrex решает вопрос в соответствии вот этим вот мерам законодательства. То есть там нет никакой частной информации. Да, звонок через нас проходит, но он зашифрованный. Только по SSL идет этот звонок. Если вы считаете, что здесь какое-то есть противоречие с этим законом, вы, пожалуйста, напишите. У клиента было требование закрытого пользования без выхода в интернет. Пожалуйста, ставит клиент коробку, коробочный вариант Bittrex 24, настраивает подключение напрямую к HTS и спокойно работает без всяких интернетов. В шуге решать все в пределах 30-60 тысяч рублей. Да, смешно. Как-то мы общались с клиентом, ему там предложили автоматизацию за 60 тысяч в облаке. Когда мы проговорили все их бизнес-процессы, стоимость возросла в 10 раз. То есть это просто непонимание каких возможностей, ну, непонимание возможностей CRM-системы. То есть да, она будет CRM-система. Да, задачи можно будет создавать вручную, но не будет отлаженных бизнес-процессов, когда сама CRM-система подсказывает, что дальше делать. То есть в чем CRM? Это не просто записная книжка. Это ваш, как бы, ваш бизнес-процесс, организация работы. Она перенесена в CRM. И уже сама программа контролирует сроки выполнения задач, напоминает сотрудникам. Если, например, коммерческое предложение не сделано за три дня, идет уведомление, там, например, руководству. Шугу я очень не рекомендую. Мы работали с этой CRM-системой. Это очень условная экономия. Там нету бизнес-процессов. Вы поймите, вы можете заплатить полторы тысячи за облачный битрикс и получить бизнес-процессы, которые элементарно настраиваются. То есть даже директор может потратить там парочку дней, неделю, чтобы разобраться с этим и делать бизнес-процессы просто в графическом виде. То есть, например, при клике на какой-то статус создается задача. Это самый простой вариант. В Шуге вы этого не сделаете точно, абсолютно. То есть там только программировать эту логику. Шуга – это просто записная книжка плюс интеграция с АТС. Да, ну, как бы не более того. Там нету бизнес-процессов, которые можно легко править. Это только задачами, если вручную делать. Было бы полезно, если ваш модуль синхронизировал статистику со статистикой самой АТС. Длительность звонков мы забираем. Уточните вопрос, какая именно статистика имеется в виду. По идее, если есть подключение к АТС постоянно, то мы все звонки сохраним. И можно будет потом делать отбор по звонкам и смотреть, там, например, по менеджеру его активности. При VPN будет труба между Bittrex и АТС будет прямое общение. Я понимаю эту схему, конечно. Мы сможем подключаться напрямую к АТС с помощью VPN. То есть без белого IP-адреса. За счет организации VPN-канала между сервером и АТС мы, да, сможем инициализировать. Проблемы с исходящими звонками могут появиться в том случае, если основной сервер, на котором подкручен VPN, отвалится. То есть поймите схему. Там несколько серверов для распределения нагрузки. Подключив VPN-канал, вы подключаетесь к одному конкретному серверу. Если этот сервер будет перегружен, например, либо будет перезагружен, то VPN-канал пропадет и на некоторое время. И там, ну, например, переподкручится он к другому серверу. Ами подразумевает два потока, экшн. Я понимаю эту схему. Разумеется, в две стороны нам нужно общаться, конечно. Через VPN это мы можем сделать без проблем. С некоторыми ограничениями. Стоит это делать или нет сейчас под вопросом. В первую очередь в планах сделать интеграцию с новыми версиями АТС. Номер телефона, FIO, запись – это персональные данные. Согласен. Насколько я понимаю, требования к хранению персональных данных. Вы поймите разницу. Мы не храним персональные данные. Еще раз акцентирую это внимание. Мы их забираем себе и отдаем Bittrex. Хранит Bittrex. У нас ничего не хранится. То есть мы просто сжимаем сам звонок, причем получаем этот звонок по SSL-каналу, по защищенному каналу, который сложно перехватить, и отдаем также по защищенному SSL-каналу в Bittrex. Уже хранит сам Bittrex. То есть это решает вот эти вот FIO, номер телефона, сама запись разговора. Да, это персональные данные, но вопрос по хранению этих персональных данных решаются на стороне Bittrex. Если я неправильно понимаю FZ это, то, пожалуйста, напишите, мы подумаем, как его обойти. Ну, то есть не то, что обойти, а чтобы оно удовлетворяло этим требованиям. По статистике поддерживаю. Не совсем понимаю. Распишите, пожалуйста, подробнее, какую статистику вы хотите видеть. В принципе, в Bittrex даже в облаке можно создавать свои отчеты. Статистика более интеллектуальная, то есть полноценный дашборд, он возможен все-таки в коробочной версии. То есть там не получится, например, сделать... Покажите мне всех моих менеджеров в одном экране, сколько звонков у него было за сегодня. Как бы в облаке вы это не сделаете. Либо сделаете, но внешним модулем. Мы, кстати, делаем там разные модули для Bittrex коробочного, облачного. Можете обращаться, если у вас есть такая задача, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста, на выше озвученный вопрос, сколько мы заработаем. А, понял, понял. Я ответил, получается, на другой вопрос. Следующий момент. Подключая заказчика непосредственно к этому модулю, вы действительно не зарабатываете. Заказчик, потому что платит не нам, не через вас идет этот платеж. Он платит эти 2 тысячи за модуль, непосредственно платит в Bittrex. То есть вот он, например, покупает Bittrex 24 облачный, он туда это платит. По схеме, как можно заработать, вы все-таки обращаетесь к нам, потому что, ну, с моей точки зрения, основное, что интересно вам и заказчику, это настройка, корректная настройка бизнес-процессов. То есть мы можем предложить более интеллектуальную схему заказчику. Надо четко понимать, что такое Bittrex 24 серия или BPM. BPM – это бизнес-процесс менеджер, то есть управление бизнес-процессами. Я понимаю, что в Bittrex 24 неполноценные, они не соответствуют BPM 2 нотации, разумеется. Но там удобный веб-интерфейс для редактирования бизнес-процессов. Есть CRM-системы, которые полностью эту нотацию поддерживают. Там хорошие CRM-системы, отличные, но, как бы, может быть, мы и для них сделаем постепенно эту интеграцию. Но вы поймите, у каждой CRM-системы есть свой пул клиентов, которым она подходит идеально. Например, там даже какие-то организации, у которых есть проект, они его могут совершенно спокойно использовать. С помощью доработки они получат ровно тот функционал, который нужен безо всяких там BPM-систем. Если что-то совсем сложное, то, вероятно, да, вероятно использовать BPM. Ну, зачатки BPM в Bittrex 24, они имеются. Статистика на случай отключения интернета. То есть имеется в виду, если отключился интернет, чтобы мы смогли забрать статистику из АТС. Сейчас, да, понял вопрос, ну, это мы поставим в некий приоритет дальнейший, да, по доработке. В любом случае пишите по функционалу, который вам хочется получить. То есть, например, пришел запрос от какого-то заказчика, вы обязательно отпишитесь. То есть мы будем вести эту статистику, например, 10 клиентов по такому-то запросу, ну, там, 5 клиентов по такому-то. По какому вопросу больше запросов будет, мы его в первую очередь и будем делать. Павел, модуль не имеет отношения к хранению персональных данных. Мы передаем их в кодированном виде. Да, 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 от одной системы от АТС к Bittrex 24. Все именно так и есть. То есть мы не храним персональные данные. Этот 153-й ФСЗ, он регламентирует именно хранение этих данных. Там, конечно, есть канал связи зашифрованный, но, насколько я знаю, SSL этому требованию удовлетворяет. То есть мы используем SSL. Это не какие-то сгенерированные сертификаты бесплатные. Это полноценные сертификаты, подтвержденные там соответствующими... Ну, там специальные органы выдают эти сертификаты. Запись разговора вы обрабатываете, как минимум скачиваете, разумеется. Скачиваем, обрабатываем, пересылаем. Вы имеете в виду, что не сохраняем ли мы его на сервер, но это было бы совсем дорого. То есть, ну, как бы тогда бы действительно пришлось бы этот ФСЗ учитывать. Я понимаю, что он проходит через сервер с целью того, чтобы записать. Если здесь противоречие, мы можем сделать действительно просто ссылочку, либо сделать настройку, что делать ли вообще разговор в MP3-формате. Может быть, добавить галочку, что получать напрямую с АТС эту запись разговора. Тогда эта запись разговора действительно не пойдет через наш сервер. Ну, это вопрос такой трактовки, я бы сказал. Если вы хорошо разбираетесь в 152-м ФСЗ, напишите, пожалуйста, нам на техподдержку, как вы видите, да. Мы с вами свяжемся, обязательно продумаем, как решить этот вопрос. Если брать организацию, принципиально не открывающуюся во внешний интернет, сколько мы заработаем? Первое. Коробочный битрикс 30 абонентов. Коробочный битрикс, да, здесь попроще заработать, потому что вы можете передать клиента нам, и мы, соответственно, там, обсудим, как там, вознаграждение. Я не могу сказать, вы поймите, как бы на 30 абонентов может там проект в несколько миллионов быть, и количество абонентов – это совсем не показатель. Пункт 2. Настройка под бизнес-процесс клиента. Ну, пишется техническое задание, после этого какую-то можно назвать сумму заказчику. Обращайтесь, это все индивидуально нужно обсуждать. Здесь я не могу какие-то цифры называть. Работа с Eostar U100. То есть сколько мы зарабатываем на первом, втором и третьем вопросе? Первый, второй, однозначно обращаться, работа с Eostar. Вы поймите, вот по модулю заказчик платит непосредственно самому Bittrex. То есть оплата идет через интернет-магазин Bittrex. По пункту 3 здесь крайне сложно что-то заработать. Ну, обращайтесь, тем не менее, по каждому клиенту мы подумаем, как можно вам помочь. То есть, в принципе, возможны различные варианты. Есть, например, вариант агентской. То есть как получается, Bittrex платит некую сумму нам, мы там, возможно, некий процент вам по подключенным вам клиентам. То есть это надо обсуждать, пока я не готов это сказать. Почему вы отклоняете возможность поднятия VPN-сервера на стороне клиента? Сейчас у многих клиентов по сотруднике в поле подключается фирма и работает по VPN. Эту возможность я не отклоняю. Я говорю, что это каким-то там низким приоритетом поднятия VPN-сервера. С моей точки зрения это не столь критично. Вы поймите схему. Да, сотрудник подключается, например, в каком-то офисе. Вот представьте эту схему. Например, АТС стоит в основном офисе, на котором есть белый IP-адрес. И некий сотрудник, допустим, взял компьютер, переехал домой. Он точно так же может работать из дома и полностью получать весь функционал, как и в офисе, без всяких VPN-ов, если на АТС у него белый IP-адрес. Потому что сотрудник обращается к Bittrex, он не обращается к АТС. Поймите, он, например, при исходящем звонке нажимает кнопочку позвонить на такой-то номер. Этот сигнал идет через наш сервер на АТС. Да, если у АТС нет белого IP-адреса, тогда действительно надо будет поднимать VPN. Я не отвергаю, как бы, такую схему работы, когда у АТС нет выделенного белого IP-адреса. Это некий плюс. То есть понятно, что заказчику надо меньше платить за аренду этого белого адреса. Не все провайдеры его могут предоставить, в принципе. Это однозначно мы поставим в планы. Так, по VPN-у, надеюсь, я ответил. То есть это, возможно, реализация это, но чуть позже. Почитайте внимательно 152FZ. Четко описывается, что есть обработка ПДМ. Благодарю. Обязательно прочитаю. Я искал интегратора по вышеозвученной заказам. Мне назвали. 260 коробка. Коробочная версия стоит 220 за 25 пользователей. 1500 рублей пользователь. Соответственно, для 30 пользователей добавляются 5 по 1500, но 230, но никак не 260 за коробку. 160 настройка и подключение. Объясняю. Сумма по настройке... Типовая настройка, это вот взять в неком стандартном функционале, это вполне за 80 тысяч делается. Но там чисто типовые настройки без всяких бизнес-процессов, либо что-то очень простенькое. Эти суммы, они ни о чем не говорят. Еще раз вам объясню. Если у заказчика проектная работа, если им нужно всех своих пользователей соединить, прописать свои бизнес-процессы, то это, ну, как бы однозначно не 160. В чем... в чем сложность внедрения CRM? Если заказчик это пытается делать сам, он не всегда понимает вообще пути развития. То есть как... как оптимизировать его бизнес-процессы. И не все понимают, что вложив там сейчас значительную сумму, он в итоге получит работу, то есть работа непосредственно, регламенты перенесены на CRM-систему. Сама CRM-система контролирует выполнение регламентов. Это совершенно другой уровень бизнеса. Вы можете масштабировать свой бизнес. Поймите, это как бы... нужно смотреть на перспективу. Например, если вы собираетесь и дальше работать, там, не знаю, с 10, 20, 30 сотрудниками, вы, наверное, справитесь с Excel. Ну, если там 10 менеджеров, ну, вероятно, они смогут с Excel работать без всяких записей звонков. Но если вы собираетесь дальше масштабировать свой бизнес, здесь однозначно CRM, однозначно описание бизнес-процессов и, как вы поймите, инструкции на бумажке, они не работают. То есть нужно обязательно контролировать, чтобы эти инструкции выполнялись. Контролировать это либо сотрудник это делает выделенной, либо часть функций контроля перенести на либо CRM, либо BPM-систему. Поэтому вот эти вот суммы, они ни о чем не говорят. Это нужно непосредственно смотреть техническое задание, обсуждать. Вот пример я вам приводил, как бы, да, 60 тысяч пришли, предложили, что мы вам все внедрим. То есть это как бы показатель уровня понимания CRM-системы. То есть люди предложили типовые бизнес-процессы внедрить, то есть просто типовую CRM. Но это не решает задачи заказчика. Да, Bittrex в апреле в семинаре в Москве четко сказал, что мы интеграторов передаем клиенты им. Все верно. То есть это они сами не внедряют, они передают интеграторам типа нас. Сам Bittrex не внедряет. Они только работают над CRM-системой. Но это правильное разделение. Они делают непосредственно продукт. Продукт дорабатывают уже сами интеграторы. Как облачный, так и коробочный вариант. И, кстати, эта схема, она практически у всех CRM. Есть исключения, но я знаю такие CRM-системы, в которых сам производитель участвует в интеграции. Но это нераспространенная CRM, и с моей точки зрения они сами себе вредят, потому что таким образом они, ну, как бы, перехватывают клиентов у своих, получается, партнеров, да, и, ну, как бы, снижают привлекательность своего продукта. Ну, как бы, это некорректная схема, по-моему. То есть дайте зарабатывать другим, и, как бы, в итоге вы отдадите часть своих бизнес-процессов, да, но в итоге вы на объемах заработаете. То есть битрикс, битрикс будет VPN клиентом. По VPN цепляется, еще раз проговорим эту схему, ATS подключать с помощью VPN канала к серверу, это логично, это нужно. То есть мы таким образом сможем сэкономить на белом IP-адресе. Нам не нужно будет его покупать, ну, клиенту, да. Подключаться неким ноутбуком, который, там, не знаю, уехал, ну, например, сотрудник уехал на море, но ему нужно срочно подключиться и поработать. Я смысла по VPN особого не вижу для облачного битрикс, потому что он все равно шифрует канал связи, то есть по SSL работает. Для коробочной версии здесь смысл, разумеется, есть. Но по VPN каналу он может подцепиться к вашему серверу внутреннему и уже работать на вот этой коробочной версии. Здесь как бы разные схемы возможны. Основная проблема, ну, не проблема по VPN, а задача организовать устойчивый канал связи между нашим сервером и непосредственно АТС. Для этого VPN, конечно, нужно. А не больше ли бы вы заработали, занимаясь интеграцией с Шугой? Да мы можем внедрять Шугой CRM, пожалуйста. Это в зависимости от задач. Надо смотреть задачи. Здесь вопрос не как бы... Надо исходить из потребности, да. То есть для каких-то заказчиков Шуга вполне подойдет, я уверен в этом. То есть можно, например, некий стандартный модуль сделать для Шуги. То есть, ну, вы поймите, Шуга – это бюджетные клиенты. Это клиенты, у которых, ну, очень мало денег. Соответственно, как зарабатывать в таких случаях? Это делать массовое решение, которое можно ставить всем. То есть, например, некую надстройку на Шугой. Занимаясь интеграцией, ну, вот я сильно сомневаюсь, что будет какой-то серьезный заказчик сильно вкладываться в доработку Шуга CRM. Это open source. Она очень, ну, там много глюков, она очень сырая. Либо это брать enterprise решение, оно стоит ощутимо. То есть как бы здесь, да, вы получаете open source решение, но, извините, есть open source намного лучше системы. Уведомление об обработке персональных данных и письменной согласии субъекта персональных данных не требуется, если оператор персональных данных и субъект персональных данных находятся в трудовых отношениях или иных договорных отношениях. О, благодарю. Вероятно, юрист подкручился. Благодарю за комментарий. То есть получается, что мы в неких договорных отношениях с помощью битрикс, и таким образом заказчик, который пользуется нашей АТС, то есть устанавливая этот модуль, заказчик дает свое согласие на то, что его персональные данные идут через наш сервер. И, соответственно, если он с этим не согласен, пусть берет там, например, коробочную версию битрикс, где его данные не выходят наружу. В принципе, да, логично. Если заказчик считает, что как бы риски есть, то, что на нашем сервере его данные будут сохраняться, ну, берите коробочную версию, тут однозначно как бы. Какое согласие вы сможете взять, когда это первый лид? Не понял вопрос. То есть пришел к вам первый лид, и... Вы обращайтесь. Мы постараемся по разным CRM. То есть мы как бы не только битрикс внедряем. Это... Если вы зайдете на наш сайт, вот лендинг по CRM-системам, там как бы значительный пул CRM-систем. Ну, по нашей практике, если вот взаимодействие идет с неким партнером, то есть как мы пробовали, то есть партнер выступает контактным лицом, мы субподряд. Но это схема нерабочая абсолютно. То есть... Потому что у них нет компетенции нормально продать, нормально объяснить. И даже если мы там взаимодействуем, частично все равно, ну, как бы испорченный телефон получается. Гарантии, что лид мы не заберем, это я могу от себя дать. То есть, ну, как бы тут кроме гарантии устных, как и... То есть только на порядочности это держится. Так, применение 152 относится к B2C. Какие трудовые отношения между мной и стоматологом, когда я звоню в первую попавшуюся, что ближе ко мне? Пожалуйста, сформулируйте свой вопрос понятнее. То есть тут как бы такой некий кейс не совсем понятный. В моей практике чаще всего клиентам нужны первые карточки клиента. Да, записная книжка, по сути. С фильтрами я добавил дополнение. Всплывание карточки при входящих звонках. Это есть в облачном Bittrex. При установке нашего модуля карточка не всплывает, но там мигает кнопочка, куда он нажимает, у него всплывает карточка. Незначительное неудобство, но как бы он экономит на трафике исходящем. Третье – обратный звонок при клике на контакт. Есть такое, работает. Четвертое – статистика с фильтрами по входящим и исходящим. Есть такое. И не только по входящим и исходящим, но и по лидам. Внутри лидов фильтры. Даже внутри. Ну, то есть там можно прям очень подробно настроить эти фильтры. Например, если по лиду очень много коммуникаций, то сделать, например, дополнительное поле, тип взаимодействия. Там, например, техподдержка, продажи, там, не знаю, обслуживание. И по этим фильтрам вы можете отбирать. Это все не надо дорабатывать. Это… эти фильтры включены по умолчанию в облачный битрик, самый бесплатный. Иметь возможность из карточки прослушать запись звонка. Все пять пунктов, которые вы перечислили, есть в этом модуле. И дополнительный плюс, который вы получаете – это экономия трафика на исходящих. При этом хотят видеть мультиплатформенное решение без привязки к компьютеру. Да, для битрикс и коробочного, и облачного – это реально. Это же веб-интерфейс. Вы, если работаете с коробкой, открываете наружу доступ, вставите SSL, доступ только по шифрованному каналу HTTPS. И из любой точки мира, где есть интернет, вы спокойно подключаетесь к CRM. Да, работаете через браузер. А, я ответил на ваш вопрос, что нужно клиенту, и можно ли это реализовать в шуге за 200 тысяч. О, понятно. Ну, вот этот список, который вы озвучили за 200 тысяч, я бы рекомендовал брать битрикс за 2 тысячи в месяц, и он все это получит. И дополнительно за шугу он будет платить аренду за сам сервер, как бы, ну, очень сомнительно. У шуги плюс то, что это open source. То есть для заказчиков, которые еще не прошли вот эту вот стадию, когда я сейчас для себя сделаю сам CRM, вот это для них. Либо если заказчик хочет, осознанно хочет open source и платит непосредственно за доступ к этим исходникам. Там есть платное решение у этой шуге. Да, хорошее решение, не спорю. И, соответственно, дорабатывает его. Без привязки к операционной системе Mac Linux. При работе через веб-интерфейс, разумеется, нет никакой привязки. Я согласен с вами. Да, то есть мы работаем через браузер. У 1С, кстати, тоже есть веб-браузер, но это реально очень медленно работает. То есть это дополнительный минус 1С и вот таких вот систем. Поэтому, ну, как бы, брать тот же Bitrix, и его можно сделать очень шустро. Единственное, могу сразу сказать, что при больших объемах данных, например, когда некие хитрые отчеты вы хотите строить в режиме онлайн, мы уже с этим сталкивались. Bitrix не сильно хорошо это считает, если делать это стандартными средствами Bitrix. Но, тем не менее, можно все равно сделать решение, которое даже это будет делать быстро. То есть это уже некая внешняя система, которая позволяет хранить, например, в памяти эти данные. Есть ClickView, например, для аналитики. И собирает в режиме онлайн данные, обрабатывает и выдает уже быстро. То есть, ну, как бы, разные можно способы придумать даже для хитрых и сильно загруженных каких-то проектов. Причем заплатить за клиента 100 тысяч, клиент закрыт, я не готов. Я готов с вами сотрудничать при вознаграждении, если вы будете реализовать такие несложные задачи на open source. Без проблем, обращайтесь. Мы open source любим на самом деле. Я поясню свою точку зрения. Для каждого заказчика своя... Ну, с моей точки зрения оптимально подходит там 1-2 CRM. И очень странно наблюдать, когда заказчик берет явно неподходящее ему решение и пытается его дорабатывать. То есть я не против шуки, вы поймите, как бы, для определенного процента клиентов она, вероятно, очень даже хорошо подходит. И внедрять мы ее можем, в open source это хорошо, то есть в плане доработки, да, то есть как бы, да, весь код открыт, да, там нет каких-то разработчиков, которые там будут менять принудительно там, не знаю, всю CRM-систему. Вот, например, 1С, он же периодически переходит, там была семерка, стала восьмерка, потом 8.3, как бы, веб-формы. Соответственно, клиент, подсаженный на 1С, он будет делать эти обновления в open source, вы как работали на PHP, так и работаете. Понятно, что есть у PHP тоже новые версии, но, как бы, объем доработки, он не сопоставим, значительно меньше. Коробочный битрикс не развернуть на серверы Linux. Вот эта новость по умолчанию, он разворачивается на Linux. HPUX, я подозреваю, что даже на это можно развернуть, на HPUX. Но вот я сильно сомневаюсь, что заказчик будет использовать на HP Unix, битрикс. Если вы говорите про Oracle, там без проблем это можно, SQL тоже, насколько я знаю, работает, MySQL. Для битрикса родная система это Linux, именно для битрикс-сервера, поймите. Если его разворачивают на Windows, то это в виртуальной машине. Ну, по крайней мере, рекомендация такая. Вы даже можете зайти на сайт битрикс, не битрикс24, а битрикс.ру просто, найти вот эту виртуалку. Они прямо дают непосредственно для Windows виртуалку, для Linux готовую виртуалку. Но она работает единственное 30 дней. То есть это демо-вариант для посмотреть полный функционал коробочной версии. И, кстати, мы не разворачивали, но, вероятно, его даже можно развернуть битрикс на каком-нибудь центосе на риск-процессоре. Вероятно. Это же обычные PHP-скрипты. Да, там есть бинарный код, кусочек кода бинарный, который, ну, для, я так понимаю, для того, чтобы контролировать, что это, ну, лицензию контролировать. Но, вероятно, можно битрикс попросить, чтобы они скомпилировали под какую-то конкретную систему. Так, вопросы, вопросы. Битрикс не развернуть на сервере HP UX. Вероятно, это про то, что HP UX же можно запускать на разных. Вот насчет того, что центос и RedHat у нас именно работает на... На центосе это Linux родная система для битрикс. Вероятно, имели в виду, что на риск-процессорах нельзя. Возможно, это имелось в виду. Либо вы неправильно поняли их ответ. Я точно говорю, что родная система – это Linux для битрикс-сервера. Соответственно, плюс то, что есть SQL бесплатный. Можно, конечно, подключаться к MS SQL и к Oracle. У них есть коннекторы, пожалуйста. Соответственно, если очень хочется использовать риск сервера, и у вас прям сильная нагрузка, пожалуйста. Можно SQL базу на том же Oracle поставить на HP UX, а на Intel платформе, на Linux, и будет у вас, соответственно, работать серверная часть. Это не противоречит. И, кстати, если вопрос из-за организации отказоустойчивой версии битрикс, там есть встроенный механизм репликации между серверами. Можно настроить репликацию данных между основным резервным сервером, и даже если у вас SQL сервер упал, вы можете работать точно так же полноценно на резервном сервере. То есть схема с репликацией там очень хорошо продумана. И сам облачный битрикс, он эту репликацию использует. У них там несколько копий баз делается. И простои, конечно, бывают, но, как правило, может на небольшое время там какая-то функция облачного битрикса отвалится. Но это очень небольшое время по практике. Да, вот пишут. У нас в офисе коробочный битрикс стоит на CentOS. Мы тоже используем коробочный битрикс, да, на Linux, родное решение Linux. Я думаю, вы неправильно поняли их ответ. Скорее всего, имелось в виду риск архитектура, то есть не Intel архитектура. Есть же процессоры там, и Taniom старенький там, то есть с риск архитектурой. HP у X, у IBM есть процессоры, не Intel архитектура. Это используется обычно для баз данных, то есть для серверной части это очень редко используют. Ну, нет смысла. Это сервер, который позволяет поставить много памяти, и, соответственно, это нужно в основном для баз данных, серьезных таких, там Oracle, когда там... Ну, кстати, на Intel сейчас намного бюджетнее с моей точки зрения. Это если у вас какой-то есть сервер, который HPX чаще ставится на IBM сервера. Да, можно. То есть вы можете использовать риск архитектуру непосредственно для баз данных. Для серверной части, скорее всего, Intel архитектуру. Если вам это принципиально, я могу узнать и продумать, как можно сделать на риск архитектуре даже серверную часть. Теоретически это возможно, потому что весь код у них на PHP. И даже если что-то у них скомпилировано, все равно можно его декомпилировать и обратно вернуть в нужной вам архитектуре. Это чисто такое умозрительное заключение. Его надо проверять, вникать. Есть ли реальная такая необходимость, как бы пишите. Надо будет по ФЗ созвониться через пару часов. Я таки не согласен, что он тут применим. Коллеги, скажу честно, я не сильно разбираюсь в этом ФЗ. Я его примерно понимаю, что нужно по этому закону обрабатывать персональные данные хранения, да, передачу по каналам связи. Вот. Если вы как-то сможете подсказать, я буду благодарен. И мы, соответственно, учтем это. Ну, такое вот мое мнение. Если заказчику критично именно исполнение этого закона, я сильно подозреваю, что он не будет работать с облаком. А этот модуль для облака. Для коробочной версии мы разрабатываем отдельный модуль, который позволит удовлетворить все требования ФЗ. И все данные будут храниться непосредственно на сервере самого клиента. Что-то у нас дискуссия не по теме вебинара. В новой линейке АТС установлено... Да, там новый астериск установлен. Да, я в курсе. Очень сильно переделан API. То есть там даже сами вызовы по-другому называются. Ну, это не такая большая доработка, то есть будет надстройка к нашему модулю, который будет определять, какой версии там используется астериск, и с ним будем работать. Но это уже будет намного проще сделать, чем там что-то подкручить. Ио Стар обещал специальное API для таких задач, пока оно не готово. Следующий четверг вебинар по Ио Стар инсерии, и будет информация по новой АТС. Тогда бы континентов... Ну, я так понимаю, речь о специализированных решениях, которые организуют канал связи шифрованный. Я понимаю, да. Ну, вы как бы реально смотрите на вещи. То есть я не думаю, что клиент, который хочет полному соответствию этому ФЗ, будет хранить что-то в облаке, в Bittrex. И, соответственно, требовать от них подключения по каналу связи, который удовлетворяет этому закону. Вряд ли. Ему, скорее всего, придется строить свою систему и с помощью коробочной версии Bittrex. Я думаю, это немножечко, ну, как бы вы тут перегибаете палку с этим ФЗ. Клиента могу обрадовать, что у него будет S-серия работать с облаком. Верно. Будет работать. В ближайшее время мы это обязательно сделаем, когда получим, соответственно, возможность дорабатывать его. Это первым приоритетом, совершенно верно, да. В первую очередь доделать вот это. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста, по теме вебинара. Тема вебинара, напомню, интеграция Bittrex24 и АТС Ястар. Коллеги, спасибо за внимание. Вопросов по теме вебинара я уже не вижу. Да, пошел в основном обсуждение, которое к этой теме не сильно относится. Если у вас остались вопросы, большая просьба написать на наш e-mail. Он указан на этом слайде, sales.crm.app. Мы ответим на эти вопросы, постараемся помочь ваших, по вашим задачам, подсказать по бизнес-процессам, как лучше внедрить CRM-систему и другие IT-решения. Обращайтесь. Также просьба, если у вас будут какие-то предложения по доработке этого модуля, обязательно пишите. Нам это очень интересно, доработать его, чтобы вашим клиентам и оконечным заказчикам было максимально интересно и выгодно его использовать. Спасибо за внимание. Благодарю. До свидания.